Как вырастить килограммовый цитрусовый фрукт в домашних условиях? Для жителей города провели необычную экскурсию по саратовскому лимонарию. Любителям экзотики рассказали и показали растения, не приспособленные для российского климата. В чем уникальность этого сада и станет ли он центром притяжения туристов, расскажет Полина Попенец. Экзотические животные, необычного размера лимоны, тут же растет фихуа. Такое можно увидеть разве что в тропическом лесу. Но нет, этот уголок лета находится в Саратове. Прямо в лимонарии. Все многообразие индийской и южноамериканской растительности. Среди папайи и банановых пальм особое внимание привлекают желтые плоды. Лимоны сорта «Юбилейный». Его вывел ученый из Узбекистана Зайнединов-Фахрудинов. В советское время этот цитрусовый плод стал настоящей сенсацией. Для сравнения, это обычный лимон из магазина, а это лимон сорта «Юбилейный». Как видите, разница в размере и, конечно же, в весе. Если здесь примерно 20-30 граммов, то этот лимон в десятки раз тяжелее – 300 граммов. Но это еще не предел. В этом лимонарии есть и такие цитрусовые, например, как этот, вес которых достигает 1 килограмма. И, по словам специалистов, именно в этом цитрусовом содержится большое количество витаминов. Такие можно с легкостью выращивать дома. Главное – поддерживать температуру в квартире. Она должна быть не ниже плюс 15 градусов. Постоянно добавлять в землю удобрения и примерно через 7-10 месяцев можно собирать лимонный урожай. Большое количество витамина С в мякоти и большое количество витамина В в кожуре. Он неприхотливый. То есть для выращивания в домашних условиях, если рекомендовать, то я как раз рекомендую именно этот сорт лимона. Он неприхотливый. В зимний период времени он не листопадный. В стадии плодоношения он находится круглый год. Таких сортов в природе встречается очень мало. Но создать все условия – это полдела. У любого растения есть душа, говорит Александр. И так же, как люди, они умеют выражать свои эмоции. Вот смотрите, если взять карамбулу и постучать ее по листочку, то листочек у нее начинает, видите, резко опускаться. Это говорит о том, что растению не нравится, что мы его трогаем. И вот этим способом он проявляет как бы свою эмоцию. Однако желающих поближе рассмотреть экзотику южных широт немного. Специальную экскурсию руководитель «Лимонария» проводит для представителей туристических фирм. По их словам, саратовские достопримечательности посещают в основном школьники. А гости из других регионов, не говоря уже об иностранцах, и вовсе не спешат в Саратов. В Саратов очень мало приезжают. Очень мало. Мы подготавливали конкретно программу по приему в Саратове и осмотр достопримечательностей Саратова. Старались эту программу продвинуть в Москву, московским туроператорам. Но очень слабый ответ. Ответа очень мало получили. Не едут не потому, что не хотят, а потому, что не знают о нашем городе, говорят специалисты. Но саратовские турагенты не сдаются и продолжают налаживать связи со столичными туристическими фирмами. Рассчитывая на их информационную поддержку, намерены отправить туда новые турпроекты, в которые включат экскурсии по уникальным саратовским местам, в том числе и в этот «Лимонарий». Полина Попенец, Максим Пустовалов, Саратов, 24.